Только что я увидел очень большого таракана, размером где-то, ну, наверное, вот как мой указательный палец. Так, для забавы сделаем видео. Туалет утром, может, его все-таки почистили. Так, ну, видите, вот в каком он состоянии, туалет. Посмотрите на зеркала. Я обычно просто обращаю внимание всегда на... Так, подъезжаем к Джей Парку. Это у нас был последний резорт. Надеюсь, взяли здесь на три дня. Сейчас посмотрим по комнате, если у них есть. Но заранее бронировали. Перед тем, как заехать, я попросил показать комнаты, потому что здесь, вроде бы, синглы, у них чуть-чуть побольше кровати. Таким, мы сейчас думаем, либо взять один кинг, либо взять два сингла и потом приделать кровати все вместе. Так, это у них два сингла, но они, по-моему, выглядят больше, чем в Тамбули. Если брать кинг, четвером, впритык-притык, в принципе, поместимся точно так же, как в Тамбули, это у них будет получаться 10 моих ладоней. А синглы у них, получается, каждый сингл, там, видно, суперсингл, он где-то 6 ладоней, итого получается 12. Соответственно, для нас будет выгоднее взять комнату с двумя синглами. Поэтому всегда перед тем, как заехать, вы можете попросить сотрудника, он с вами пройдет, покажет. Все, сегодня будем спать более удобно, тогда нам дополнительная кровать не нужна будет. Так, заселяемся, для нас нашли комнату на пятом этаже, такую же, которую я показывал. Это наш последний резорт, надеюсь, и потом мы поедем уже домой, поэтому нужно будет накупаться. С левой стороны две большие, небольшие, но для сингла они суперсингл называются. Это чуть больше одинарной кровати, поэтому по нашему плану сейчас эти две кровати соединить вместе и сделать из него суперкин, чтобы поместились 4 человека. Маленький телевизор, но в таком месте мне, наоборот, кажется, телевизор вообще не нужен, чтобы дети больше купались и проводили время с чем-нибудь еще. Телефоны мы сейчас тоже сразу им выключать будем. Кондиционер мне нравится, потому что он дует не на кровать, вот это правильное расположение кондиционера. Прямо дует сюда, на проход. О, смотрите, что у них. Это первый раз, что я увидел в отелях, сетка от комаров. Субтитры сделал DimaTorzok Дети очень любят Милфи, Winter Melon, который стоит 89 песо, это получается где-то около 2 долларов. Вот такая фигня, вот эта. А дети заказали Чоку Крим Чиз. Вот это старшему зашло, вот я заказал вторую порцию, тоже стоит около 2 долларов. Фраппе, ну фраппе у нас и в Корее тоже есть, а вот именно Милл Ти с разными вкусами, такого нету. Это получается молочный коктейль из чая с разными добавками. Здесь на корейском языке, здесь на корейском, Genesis, здесь Тамгу Чаун, на втором даже. Ким Ток Сун. Короче, здесь очень много корейцев. В J-Park приезжают более, не знаю, наверное, более 80 посетителей, это корейцы. Поэтому рядом с ним, видите, здесь кругом корейские магазины, все написано на корейском. Поэтому, если хотите курорт без корейцев, езжайте в другое место. J-Park это самое популярное среди корейцев. После, наверное, после Солея. Большой Солея, он такой, считается, тоже 4-5-звездочный отель, но не столько дорогое, сколько J-Park. Но вот за счет того, что там и есть аквапарк, все корейцы едут туда с семьями. Это пекарня Julie's, то есть у Джулии. Есть такие пекарни, это, по-моему, у них франчайзовская, потому что я уже несколько таких магазинов видел. Они продают выпечку. Выпечка довольно-таки дешевая. Вот это такой. Такая штучка стоит 6, это где-то около 10-12 центов. У них есть также тортики. Кстати, выпечка, они прям готовят прямо здесь. То есть выпечка у них свежая. Подрезать даже мороженое. И тортики. Тортики совсем недорого, если это тортики. 129, 99. Скорее всего, какие-то пироги. А вот тортики. Цены, правда, не указаны. Хлеб очень дорогой. Сейчас вот смотрю, я пилец вот такой пироги с сыром. Тоже около 12 центов. Вот мы приближаемся ближе к Джейпарту. Здесь все больше и больше надписей на корейском языке. Там сам гипсаль продают. Это получается даже рыбу сырую. Вот эта улица, она очень даже так освещенная. Много людей ходят. Вроде бы как 10 часов, обычно они не спят. Рано, просыпаются рано. Здесь я буфет большой. Сразу по народу вы можете понять загруженность отеля. И посмотреть процентное соотношение именно корейцев. Корейцев здесь у нас процента 80. Иностранцев это корейцы. После всех других отелей и резортов, в которых мы были, здесь я прямо... Ну, очень шумно. Только что я увидел очень большого таракана. Это размером где-то... Наверное, вот как мой указательный палец. Он бегал по стойке с едой. Хорошо не по самой еде, но хотя кто знает, возможно, до этого. Я вызвал официанта. Все корейцы тоже увидели. Никто сказать не может. Я подзываю, короче, официанта. Я буду смотреть, что бегает. В общем, они его стряхнули на пол. Официантка на него наступила. Его поймать не смогла, поэтому наступила на него. И таракан просто взорвался. Потом аж три официанта приходили с разными салфетками, чтобы это все потереть. Его размазало, короче, по всей плитке. Я зря им, короче, рассказал эту историю. Вот они сидят, уже думают, кушать или не кушать. Таракан вот так бежал вот по этой стойке. Так бежал, 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 бежал. Проходили официанты. Не обращали внимания, пока я их не позвал. Вот его уронили сюда куда-то. И на него надавили. И произошел такой хлопок. Потому что, видно, таракан он был довольно-таки сытый, жирный, смачный. По тапкам он, короче, растекся. В отеле смотрите, какие щели под дверьми. Здесь, получается, заслом ковер по всем этажам. И он плавно переходит от ковера, переходит в комнатный ковер. Соответственно, под ним, так как порога нету, образуется здоровенная щель, через которую также слышны все звуки. Здесь и там. Короче, слышны звуки с коридора сюда. И отсюда в коридор. Вчера мы решили не ставить две кровати вместе. Оставили, как они есть. Эти кровати, они пошире. Нежели в других гостиницах GetWin. Поэтому вдвоем спать. Не так, чтобы удобно, но возможно. Поэтому, если будете приезжать с семьей, если с детьми, один родитель, один ребенок нормально помещается. Для детей отдельно за завтраки платить не надо, потому что во всех резортах, во многих резортах до 11 лет, завтраки, они включены. До двух детей. Если вы планируете отдыхать, ехать отдыхать и купаться где-нибудь на море, всегда берите вот такую обувь в онлайне. Сейчас они довольно-таки недорогие. Может, за 20-30 тысяч взять. Чтобы у них был вот такой поток, чтобы вы могли зайти в воду. Сами эти сандалии не спадали в морской воде. И они сушатся намного быстрее. Если вы прийдете на море в простых сандалях, и они не высушатся, если это матеряче, то они потом так вонять будут. Это не реклама. Просто имейте в виду. Кстати, что за бренд? Вот такой бренд. Спортивный бренд, короче. Но первое время имейте в виду, что они будут вам натирать ноги, если вы будете ходить целый день в них. У меня были мозоли. Мои предупреждения относительно того, что вода может быть грязной, из-за того, что здесь доставляют еду прямо к бассейну. На камере плохо видно. Но могу вас замерить, по ней прям плавает жир на поверхности. Особенно вон, видите, у них прямо в середине установлен кафешка. Люди зашли, поели. Через вот этот мостик не переходят. Сразу идут по воде, выходят с этого островка. Потом и получается, здесь на территории можно поиграть мини-гольф. Гол-карт стоит 100 песов 15 минут. Мини-гольф 100 песов 3 раунда. И Джайант Чесс 100 песов 30 минут. Гол-карт у них выглядит вот так. Это все надо крутить педалями. Джайант Чесс это означает просто большие шахматы. Сейчас мы решили поиграть мини-гольф, так как пока солнца нету. чтобы дети хоть какое-то время вышли из воды. Субтитры сделал DimaTorzok не знаю правильно это или нет но оставлять на всю ночь здесь у них работающий слайд оставлять воду включенной странные неразумными кажется режим решение слайд он работает только до пяти а здесь вода до сих пор льется хотя уже 10 час ночи посмотрите на подсветку отеля у нас обычно так подсвечивают мотели в корее опять фонтан с такой же подсветкой как у здания оля я танцую стоит лифта них есть кондиционер смотрите за лифтом тоже уже давно не следят болты какие-то торчат сделаны вроде бы все богато золото и все такое но рамки и все такое полу потрясно смотрите как сделан ковер с поставить по углам ковер специально шили для каждого этажа обычно в отелях они они одноцветные ковры также не заморачиваются а здесь вот прям смотрите как он переходит коридор короче заморачивались далее когда идете по коридору с куча зеркал по бокам зеркала с этой стороны соответственно с этой стороны идете дальше и еще зеркало на вас с потолка смотрят короче не спрячешься здесь у них второй пляж здесь вроде указано что вода здесь а более глубокая до этого пляжа люди очень редко доходят поэтому если у вас будет возможность обязательно посетите вон тот туалет который находится в самом конце он самый современный всех туалетов на этом резорте возможно а и кстати чистый возможно из-за того что там тупо нету людей многие люди вообще не доходят до пляжа они остаются в бассейнах а если люди доходят то они в основном тусятся вот на этом пляже дальше люди не идут так для забавы сделаем видео туалета утром может его все-таки почистили так вы видите вот каком состоянии туалет посмотрите на зеркала я обычно просто обращаю внимание всегда на зеркала когда ухожу в туалет если зеркала меняются все поддерживается чистоте и на кранике смотрите какое состояние чисто пытаются только убраться при том что я вижу видно убирались убирались просто скинули здесь вообще стойки не хватает дверь замызганная не знаю кто додумался поставить деревянную дверь в туалете на пляже где постоянно влага неужели нельзя было пластику поставить здесь свет сегодня работает сейчас ждем завтрак сейчас у нас 9 часов завтрак работает до 10 и всегда под конец завтрака поэтому если будете в этом резорте всегда помните идите пораньше потому что корейцы просыпаются по позже из-за детей сейчас все стоят ждут для нас нашли столик посмотрите сколько народу какой здесь шумгам буфет конечно он стоит своих денег это единственное наверно то что поддерживается нормальном состоянии так здесь у нас корейская кузина короче больше еды разнообразие показывать не будут просто покажу что еды много на разную тематику здесь у нас индийская кухня кстати я люблю индийскую кухню мне нравится вот такой нан потом у них есть то что в других резортах нет это японская кухня посмотрите сколько народу джей парк резорт очень постоянно забит все из-за того что здесь находится фото парк идет выпечка на отдельной стойке вот прям здесь и я нашел таракана здесь у нас даже идут соки так алкоголь это у них получается 100 песо за за пиво здесь у них салаты буфетка в общем буфет большой сейчас мы взяли донор у нас есть подозрение чтобы эти черные точки это по-моему плесень простой донор выглядит вот так на нем нету точек поэтому это не разновидность это скорее всего плесень видите здесь и здесь так не понятно по внешности что-то напрягает отдельно настойки с кофе можно взять такой латте но многие не знают многие просто набирают простой кофе на буфете а вот здесь и есть прям за углом типа кофе шапы там можно попросить они подадут кофе в общем счет не выставили здесь в 2017 году так сейчас подойдем я лучше защита зачитаю чтобы не ошибиться в январе 2017 года 17 января здесь проводилась мисс вселенная вселенная это у них я так понимаю достопримечательность они эту хеллоу они эту стенку не убирают три года назад если был она как висела так и висит они видно гордятся этим так возможно они сейчас почитают нам за пропавший ключ потому что я потерял ключ вчера выходили на улицу здесь если потерять ключ нужно будет оплатить 150 песо это где-то около 3 долларов денег мне наверное на прогулку может не хватить поэтому сейчас попробуем поменять 50 долларов сегодня у нас остался последний день последние два дня в основном если кругом расплачиваюсь карточкой часы так за такси все такое за типы но обязательно берите побольше долларов по одному доллару чтобы оставать остались именно на чай потому что персонал здесь любой персонал старается у них заплаты небольшие поэтому за каждую услугу если вы поплачете 1 доллар это плюс к вам карма у них зарплаты вы должны поднять где-то долларов 200-300 сейчас мы узнаем сколько стоят виллы так виллы они стоят 500 долларов и выше если вы звоните пораньше вы сможете за заплатить только 400 400 долларов так мои детки уже меня ждут мы покидаем наш джей парк мы резервировали на три дня пробыли там только два дня один день я отменил потому что два дня достаточно даже одного дня достаточно чтобы в принципе накупаться а сейчас мы едем уже в другое место хотим посмотреть город поэтому сняли отель в самом городе а то целыми днями здесь сколько, наверное, 20 дней мы только купаемся получается даже моему старшему, насколько он любит купаться, ему надоело он говорит, я хочу просто походить по улице ну, ну, поехали в этот город потому что, во-первых, это будет и дешевле, чем просто лишнюю ночь оставаться в джей парке и купаться они не будут, сидеть в отеле, либо будут выезжать в город а так дешевле будет, конечно, в три раза снять отель в самом городе и после пройтись пешком вокруг отеля пешеходный переход он упирается в забор вот как здесь пройти вот здесь вот прям в центре тротуара столб вон там еще столб вон там еще дерево они идут ко всем зданиям вот прям отсюда вот прям по полу не зацементировано все в открытом виде если сюда просто топором дать либо просто наступить какое-то здание останется без воды вон там еще Sp geometric и вот там с active в